Почему некоторые дети не уважают взрослых, общаются с ними как со сверстниками? Как сделать так, чтобы дети признавали авторитет старших и прислушивались к их словам? Это зависит от того, какие дети и какие старшие. От кого этот вопрос идет? Вопрос ли от педагога, или от отца, или матери, или от бабушки и дедушки, или от соседа этих детей? В каждом конкретном случае ответ будет своим. И в каждом конкретном случае свои сложности, свои испытания, свои препятствия, которые надо преодолеть. Я же не говорю о личности этих детей, о их особенных личных качествах. Каждый ребенок – нечто особенное. Но какие-то можно общие дать все равно рекомендации, направления. Видимо, что нужно вспомнить? Прежде всего, сами не подавайте им повода для вот такого рода легкого отношения к вам. Когда ребенок о чем-то спрашивает, что происходит. Люди сидят взрослые, разговаривают, дети маленькие, начинают к ним, как говорится, приставать. И вот сначала на них не обращают внимания. Потом начинают их говорить, отойди, не мешай. Или потом скажут в ответ какую-нибудь чушь собачью, простите меня, так что дети поймут, что их пренебрегают. Вместо этого можно сказать в такой ситуации, дорогой мой, вот часы, вот через 15 минут приходи, и я тебе все объясню. 15 минут пройдет, а вам еще хочется поговорить там с вашими друзьями, но вы обещали этому ребенку. Значит, вы встанете, уйдете, или сидя на месте, неважно, но исполните свое обещание. Вот такой вот элементарный ход педагогический, который должен стать нормой, уже ребенка правильно ориентирует. Уже правильно ориентирует. Ну и вообще педагогика и практика воспитания детей, своих ли детей, или там, не знаю, внуков, школьников, она имеет очень много подобных приемов, принципов, примеров, которым нужно следовать. В большом числе случаев взрослые сами оказываются виноваты в том, что их отношения с детьми строятся далеко не лучшим образом. Я слышал, что негативные проявления детей нужно как бы пропускать, игнорировать, таким образом их не подпитывая, а положительные проявления, наоборот, поощрять. Совершенно верно. Просто далеко не каждый, не всякое негативное проявление можно игнорировать. Иногда приходится применять педагогические меры. Будем говорить так, по возможности воздерживаться от, так скажем по-русски, возмездия. По возможности воздерживаться от возмездия. И по возможности разумно, так сказать, сдержанно, но позитивно откликаться на все доброе, что дети делают. Но мы взрослые этой части не замечаем. Ребенок играет, что-то там такое играет, хорошо, пускай себе играет. А вот он закричал там или начал как-то, не знаю, шалить, мы сразу же и обращаем на это внимание. Получается, что мы поневоле реагируем только на негатив. А вот взять, и ребенок играет. Подойди отец или мать этому ребенку. Спроси, что ты делаешь. Да поучаствуй в этой игре. Хотя бы 2-3 минуты. Хотя бы что-то. Прояви какой-то интерес. А это мало кто делает. Или ребенок сидит, делает уроки. Сидит, сидит, там носом клюет. Делает и делает. А он убежал. А, ты чего уроки не доделал такой-сякой? А он пока сидит, делает. Подойди, сядь рядом с ним. Поговори о чем-нибудь. Что он там делает. Какие задачи решает или какую там науку изучает. Прояви интерес. Послушай, что он расскажет тебе о своей школе, о своих заданиях в школе. Тоже мало кто делает. Вот вам, пожалуйста, реальные пути контакта с ребенком.